Итак, здравствуйте, дорогие друзья, 150-й псалом, предпоследний урок, почему предпоследний, как было вступительно, обязательно должен быть завершающий. А сегодня 150-й, великий псалом. Псалом предназначен для эпохи Машеха, когда вся земля написана, будет жить в мире благоденствует, то есть идеальный. Написано, что этот псалом читает, чтобы воспеть хвалу Богу за все его дела. И вообще, когда сердце немножко хочет сказать спасибо, ему читают 150-й. В нем 13 раз повторяется восхваление Богу, что косвенно показывает 13 проявлений Бога в нашем мире. Что еще? Вся душа восславит Господа. Этот стих завершает книгу Тигили, чтобы научить нас, что все 2527 стихов в этой книге не будут стоить ничему и не произведут никакого действия, если не будут идти из души, если душа не славит Бога, что толку в шевелении губ, оно ничего не даст. То есть, очень здорово это, и сила большая в псалмах, но надо, чтобы сердце участвовало. Написано, что псалом читает, чтобы восхвалять Всевышнего за все его дела. 150-й, это Шемуш Тигили. Есть еще очень интересное толкование. На запахи на Брахот. 156-й пасук. Всякая душа да восхвалит Господа. Сказали в трактате Брахот об этом пасуке, что это за вещь, которой наслаждается душа, нишаман. Это запах. Интересно, что во время греха первого человека четыре вида чувства из пяти приняли участие. Слух хава услышала змея, зрение увидела плод, осязание потрогала, вкус вкусила, но запах не участвовал в этом деле. Поэтому запах написано самое святое чувство, которое не принимало участие, не ухудшалось. Оно будет инструментом ашеха. Он написан будет, таинственные слова, он будет судить мир через запах и людей через запах. Душа нишама получает наслаждение от аромата этого в этом мире, потому что в будущем мире этот аромат будет ее пищей потом. После вознесения на еще более высокий уровень, высший гад и дэн, душа получает питание зрением, созерцанием шхин, но вот перед этим мы получаем от аромата. Поэтому нужно, что написано, благословляют на запахе, это написано и стегилим, 150-й, 6-й целом. Всякая душа нишамада восполит Бога. И мудрецы учат, что хотя дело получает удовольствие от запаха, душа наслаждается больше. Поэтому запрещено наслаждаться ароматами, если не произносят благословение. Какой еще сгулот есть? Если человек, вообще интересная вещь, если человек здоровый, не ощущает запахи, это нехороший знак. Это проблема в душе закрыта. Помните, у нас было тут недавно, запах пропадал. Это знак сверху, что недовольный небом, как ты развиваешь свою душу, как исправить, написано. Когда выдыхаешь запахи, происходит послащение судов, то есть это помогает. Аризаль еще говорил, что если человек хочет перевернуть все суды на небе в свое добро, нужно сказать браху на запах и три раза вдохнуть аромат глубоко, на три уровня души. Это облегчает суды. Более того, написано, Аризаль говорил, что если есть совсем большие проблемы, нужно во время дыхания аромата произносить фразу то есть благоухание, приятное Богу из книги Шмота. Эти можно облегчить суды на четырех уровнях мира. Это Осия, Ницера, Брия и Ацилут. Написано, что если раздать нищим троим подаяния, а потом прийти домой и прочитать Псалум 150-й семь раз, и после этого попросить помощи в трудном деле, помощь обязательно придет и проблема будет устранена. Что еще есть? 150-е. Возвращение души в тело. Шестой тот же Псалум, шестой пасук, спасибо, написано, что вообще благодарят за каждый вдох. Почему? От имени Раби Леви, от имени Раби Ханина написано, что душа обновляет жизненность тела не только во время сна, но и с каждым дыханием. Каждым дыханием она хочет вернуться, и только Бог останавливает ее. Поэтому есть повод благословлять. Что еще? Лучше от мудрецы, что в конце совершающим заключено все. Если у человека нет времени написано, можно прочитать последний Псалом 150-й. В нем заключена вся энергия силы тигили. Читают, когда чудо происходит, вместе с сотым читают, чтобы обратиться к Богу. Для продажи имущества, чтобы была браха на продажу, нужно посмотреть на то, что хочет продать, или если в недвижимости машину, и так далее, и прочитать. При дыхании, проблемах с дыханием, при болезнях, астме и так далее, обязательно читают этот Псалом. Для победы над врагами и противниками. У каждого человека есть задача поднять искры, для миссии, помощи в миссии. Вот такой вот читает этот Псалом. Для победы над врагами. И для зачатия написано, что после миг вы жены вместе с мужем должны прочитать 150-й Псалом, и тогда это помогает зачатию. Для сохранения плода и от выкидка тоже вдвоем муж и жена должны читать 150-й Псалом. Ну вот, пожалуй, все. Спасибо. Вместе 150 уроков. 151. Сейчас 152-й и завершаем этот цикл. Браха вацлаха.